Всем привет! Для тех кто следит за моей машиной хочу сказать, что я ее ломаю не специально не для того, чтобы мне было о чем писать видео о чем писать на драйве она сама, я не виноват ей 20 лет, она уже дама капризная может быть хочет что-то там обновить не знаю, что тут еще можно обновить уже новый двигатель, новая коробка и виновник сегодняшнего торжества радиатор постигла нас та болезнь которая постигает все галанты примерно в таком возрасте в общем верхняя часть верхняя пластиковая часть радиатора треснула может быть от давления может быть от старости треснула оттуда сочится понемножку антифриз по опыту по чужому опыту я знаю, что бороться с этим бесполезно решается это все радикально путем замены радиатора радиатор куплен вот, но я все-таки для очистки совести попытался все-таки заклеить ну как бы особо так акрила цитатом залил оно продержалось дня два и опять начало сочиться оттуда ну по крайней мере хоть не брызгало на телевизор и вентиляторами разбрасывало этот антифриз везде в общем, как я сказал, радиатор куплен завтра утром еду его менять вот одна из фирменных болячек галанта это радиатор вернее пластик, который сверху которая проблема и постигла меня сейчас ее товарищи один будет разбирать один будет менять потом я покажу радиатор потом я покажу радиатор в общем, клеить вот эту фигню как я попытался сделать бесполезно даже времени этого хватило у меня, считай, акрила цитатом залило его два дня в субботу вот сейчас оно уже как дурное опять не дурное, но давление ну, как бы так я чудеса этим не верил ну, в общем, клеить бесполезно нужно менять менять можно на новый китайский вот такой вот давай ты без защиты пару дней придешь нет, без чего так, меняем радиатор на брендовый китайский радиатор GMP новый автоматный с трубками охлаждения а не как укорить в общем, правильный радиатор где есть все лишь крепление надо будет пересверлить, да? возможно, там под вентилятор посмотрим ну, в общем, процесс уже пошел ну, так, пошел Андрюха, вон... сейчас надо защиту снять это же, блядь, п***ь, п***ь п***ь п***ь, п***ь, п***ь причем защита даже не коцентная нафиг, она вообще нужна она отшлифованная всякими разными внедорожными препятствиями машина вообще отписывается в общем ах, ты ж падла так, без матов я понимаю, что она горячая и тяжелая а нет в общем, защиту от вентили с матами мата я не писал что такое? в начале какое-то грязное пошло так, сейчас почищем может, давай... открой, пожалуйста, пробку пробку... ну, ту самую, да снять ее вообще? ну, открой ее я хочешь сними снял в общем... горячая она, где фара, где с... ну, понятное дело видно, как она дюркает видно, как она дюркает спасибо разработчикам храник поставили кстати, если кому интересно на лодке 87-го года есть наездники которые не знают но там тоже есть, оказывается, храник просто надо немножко наклонить клюк и посмотреть ага... такой воткручивают болты, да? нет, там тоже такой же пикик только его не видно и он сливает вот так у нас правильно вниз а там сбоку то есть там если сливать то сливать я не хочу больше открывать зубы ну, понятно а пусть я течет ты открыл пробку, да? пробку я открыл, да шелтелек сняется? какой-то там... не, шелт... шелт... какой-то там... не знаю какой-то модный шелт хочешь клюзу? ну, что ты все в маске я знаю это и по стропке текло потому что это как раз классика жанра на старте стекает ну, а будь была, эти... не круший ли тебе патрубов прегутили? мы жижу сливаем потому что она свежая в ней не больше 1000 км пришло а то сейчас начнут сказать ааыаааак! старую жижу новый радиатор новая жижа новая ну, она новая не, ну спокойно と обрыва про которую говорит Андрюха Которая поворачивается и потихонечку течет в баклажку. Ты лучше скажи, что ты делаешь. Ты снимаешь верхние крепления. Начало, начало. Сейчас начнут пазруки снимать. Самое веселое, начнется снимать и хребанное охлаждение коробки. Ох ты, и дрить колотить. Зачем же так стягивать? Он же просто придерживается. Не знаю. Все бы не стучало. С помощью плоскогубца какой-то матери я только пытаюсь снять пазрубок, который я затягивал термоусадкой. Чуть-чуть стал толще. Чуть-чуть? Чуть-чуть толще. Чуть-чуть стал толще. Сняли пазрубцами не снимается. Сняли же, да. Так, давай это потом подрежем. Подрежем. Синенькое имеется. Красоту все подрежем. Хорошо подрежем. И теперь самое веселое. Сняли патрубок нижний сверху. А верх нижний сверху. Потому что так вот, на мастер-ножвеерок будем доставать. Смысл нам сейчас там мучиться. Теперь самое веселое, открутить. Вот эти две тонкие трубочки черные. Короче, их не видно, но я понял какие. Да. Надо было, наверное, сразу взять плоскую длинную отвертку. А, ты имеешь в виду охлаждение? Да, я сюда отсюда снимаю. Сейчас, оп. Вот так сделаем, чтобы это было видно. Да, ну потом... Не, я понял. Я потом... Так, вот надо. Бывает, что ширины плоскогубца не хватает. Возьму, если что. Короче, это охлаждение ТФ-ки. Оно идет внутри радиатора, идет специальная колба. И она складывается за счет антифриза. Для многих это будет удивительно, что оказывается, да. А может, если радиатор брать без этого будет. Коля, я его предупреждал, говорит, скажи автомат. Ну, это же Коля. Я ему говорил, бери. Все, снимем. Ну, мы тоже сделаем по-правильному. Да, я уже понял. Ага, можно было и не откручивать. Это я лохомолся. Ну, никому не скажем. Все, вот это вот... Да, можно было и не откручивать. Не откручивать что? Вот этот болт. А, крепление в смысле... А, ерунда. Не, ну, тебе ерунда. Ну, я мучился очень сильно. Какая тут образовалась красота. Ого, у тебя радиатор что-то здесь выпуклый. Ты не бил его маленько? Я нет. Может быть, кто-то до меня немножко бил. Так он достаточно чистый для таких годов. А я его мыл просто недавно. Мне вот это вот... Кондиционерщик сказал, нет. Все проблемы из-за того, что вот... Где вторая? Ну, может быть, полетела? Либо упала вниз. Нет, она здесь. Надо сразу, чтобы не забыть. Ну, да. Так, теперь вентилятор и диффузор. Диффузоры Карлсона снимаются. И ставятся на новый радиатор. Откручиваем трубки охлаждения. Охлаждение ТФК. Да. На самом деле, у нас только... Один болтик открутить. Вот хомут и вон там. Неудобно один. И сами трубки уже вместе с вентиляторами переставим. Трубка согнута, да? Нет. Вот тут сильно согнута. Больше всего мне не нравится вот это место. А тут сильно. Ну, может быть, будет время когда-нибудь. Оно поменяется. В принципе, там... У нас, по идее, охлаждается в движении. Все было в трубке, то и потекло. Ну, там немного. Грамм 50-тычит. Там даем. Так. А, этот я начал откручивать. Есть чуть-чуть он у тебя бил. Из-за того, что они рахиты, скорее всего, не приобретут. Да, наверное, да. Что когда он поломали рамку, тогда вот, наверное, он и бил. А, да. Или тогда точно. Вот такой вот. Как бы привет от рукожопа он называется. Они поставили его неправильно. Думаешь, поставимся правильно, да? Я надеюсь. Делаем еще лучше, чем было новое. Естественно, новое будет. Чик. Все. О, что тяжелый? А ты думал. Митсубиши. Митсубиши. Хочешь, можешь до того колера поставить. Момент истины. Распаковка нового радиатора. Фирменного. ГМП. Ладно, по-моему, не то есть, это нужно ничего. Это не принципиально. Мы не ищем легких путей. А, ну, он привязан, поэтому ничего страшного. Ну, смотрите, как грамотно. А, и там еще было... Европейско-китайская фирма. Получен, да, дан нам еще один патруб. Патрубу, который мы поменяем. Радиатор. Навье. Навье. Все, вскрываем? Конечно. Сейчас взял и выйдем. В общем, почти собрали. Сейчас все подтягиваем, подкручиваем. Все, в принципе, стало как родное. Ну, там чищусь. Тут шлангочка коротковата. Что-то затянем. Ну, ничего. Как-то так. Патрубок нормальный, но есть новый. Да, есть новый. Новый, дай потрогать. Дай потрогать, дай потрогать. Ну, очень приятный. Присыпанный специальной транспортировочной пылью. Виталий или что. Он даже внутри какой красивый. Да вообще, ну, песня. Ты говоришь, что-то. Вот теми, возьми. Да, ты, да. У него есть куча Ланосов. Да, он уж у нас. Куда ты ушел? Мы еще будем чик делать. Вот, с Калин Ланосом. Что делать, жизнь такая. Не, я уже понял, в следующий раз я куплю такие оперы. Это была моя ошибка последняя. Там за эти же деньги можно оперы купить. Сережа с ними проводками. Проводки тут ни при чем. Да, конечно. Вот, что мне теперь делать? Я застрял. Ну, как тебе сказать? Про Винни-Пуха смотрел этот, на фильм? Ждать пока похудею. Да? Чего оно не двигается? Ну, что не попал, наверное, в эти резиновые штуки. Ладно, завезу снизу. Где фонарик? Там просто уже батарейка снизу. Вот, я тебе говорил, что фонарик возьми. Нет? Снизу, где моя резина? Вон. Чик, чик, все. Все, попал, да? Слышал? Слышал. Характерный звук. Да, характерный звук, да. Слышишь? В характерных звуках. А ну, дай мне. Характерный звук. Чуть-чуть по-другому. Спирт, я потом запарюсь вырезать это все. Ну, блин, вырежешь кусочек. Ну, я не... Внимание, я снимаю. Вот. Оделась. Вот так вот легко. Очень, не очень легко и просто одеть старый хомут на новый шланг. Потому что хомут расширяется, а стандартные пассатижи не хватает им ширины вот так сделать. В общем, легко и непринужденно. Старый заводской хомут. В общем, кстати, хороший. Хороший. Который может стрелить в глаз, если что. Или тому, кто много говорит куда-то. А где второй болтик? А, это тот, что мы уронили? Типа. Так, теперь самое будет веселое занятие. Хотите, брат, на охлаждайку? Ну, занятие веселое, снимать я не буду. Че, тут много мата может быть. Одна. Вот там тебе два штуцера, охлаждайка АТФки. Там толкнуть неудобно. Видишь, рука не пролазит. Да. Мало того, руки не лазят, не то, чтобы живущая камера. Ладно, это мы напишем. Прикручиваем, прикручиваем. Одели там патрубок новый. Ой, что-то упало. Опять полезу в яму. Полезешь в яму. Трубочки на месте, патрубок на месте. Все должно быть чики. Крутим дальше. Что-то там сказал про краник. Он уже начал вытекать. Там же идет трубка. Все, новый радиатор стоит на месте. Надо будет еще немножко антифриза удалить. И можно смело кататься. Все целенькое, новое. Все, всем спасибо за внимание.